Есть определенная логика вот этих соединений. Ну, может быть, у каждого она своя, но я знаете, как воспринимаю это? Как бы с точки зрения того, насколько знак может дополнять характер и специфику самой планеты. То есть, мы же понимаем, что луна, она такая подвижная, она такая детская. То есть, она внутри нас создает именно такого ребенка, очень эмоциональное. И здесь мы немножко хаотичны, эмоциональны сами по себе. И когда луна связывается с каким-то знаком или планетой, очень круто вот это творчество, все, которое внутри нее есть, куда-то направить. То есть, как-то его структурировать. И когда есть такие соединения, в которых, как вот можно назвать, масло масляное, когда одна энергия, вот лунная, в соединении с другой энергией, вот, например, как сейчас близнецы, еще больше усиливает свою хаотичность, эмоциональность, неопределенность и все в этом ключе. Для меня это сложное положение, если нет никаких каких-то еще факторов, которые вы могли там подействовать на эту луну. Ну, например, там, ну, как я уже люблю говорить, через Юпитер, через Сатурн. То есть, с таким положением, понятно, человеку очень легко коммуницировать. Это же близнецы. Легко со всеми общаться, налаживать связи. Но понять, куда ты движешься, определиться в своей сфере какой-то, да, там, определенной профессии, это положение не помогает. И здесь происходит хаос. То есть, близнецы, получается, дают безграничные возможности луне блуждать, да, в ее каких-то ощущениях, иллюзиях, приключениях. Ну, понятно, да, там, все эти перемещения, путешествия, смена обстановки. И понятно, да, что такой человек очень активный. Но также мы понимаем, что вот эта вот стихия воздуха для ума, да, ум делает ветреным. Ну, как бы, так оно и называется, да, ветреный ум. То есть, он перескакивает с одного на другое, и получается, почему масло масляное? Потому что близнецы сами по энергетике тоже напоминают детей. Луна обладает детской энергетикой. Вот именно луна, не Венера, не Меркурий, не Раху. Вот именно в луне есть вот такие черты инфантилизма. И во мне они есть тоже. Так как у меня луна в первом, я обладаю тоже качествами такого ребенка и непосредственного человека. Поэтому в моем поведении это тоже часто прослеживается. Близнецы, они тоже имеют такие свойства, именно вот такой детскости какой-то, игривости. Получается, здесь такая сверхгиперигривость, детскость и все в этом ключе. То есть, луна в близнецах. Вот такие вызывают свойства. И, ну как я уже говорил, говорил то, что в плане коммуникации общение это круто. Но в плане каких-то обязательств не очень хорошее положение. Потому что человек не то, чтобы он как бы без чувства долга. Нет. Близнецы, они очень заботливые. Они все равно умеют как-то сгладить обстановку. Они готовы тоже помогать. Но они могут просто забыть. Понимаете? Вот. И иногда человек не хочет идти вглубь. Более глубоко как-то исследовать свою жизнь. Вот в той области, где луна стоит в близнецах. То есть, если это в каком-то доме расположено, то там может образоваться такое смятение. Знаете, как будто там какой-то небольшой ураганчик. Там постоянно ветер дует, что-то происходит. И какое-то блуждание у человека беспорядочное. Вот. Поэтому здесь вот такой элемент. Я вот все думал, какой бы можно пример привести луны в близнецах. Вот. В плане кинематографа. Вот эта спонтанность. Ну, мне кажется, что это больше женская какая-то героиня должна быть. Которая как бы меняет множество направлений. Множество идей, мыслей. Находится в движении. Вот. Ну, не переживайте по поводу того, о чем мы говорим. Там про поверхностность. Тут пишут очень глубоко рою. Вот это все. Не одно же у нас положение в карте. Может быть, вас балансирует Юпитер. Поэтому, как бы, луна в близнецах где-то проявляется, где-то нет. Мы же говорим только про одно соединение. Да. И я вот думаю, да, я просто... Вот, может быть, вы посоветуете, какой герой фильма, может быть, эта девушка, а может, кстати, и мужчина быть, напоминает именно такого ребенка, очень активного, подвижного, интересующегося. И, ну, чтобы нам легко было это запомнить. Вот. Ну, вообще, я вот сейчас подумал, и я понимаю, что это фильм такой, который все-таки человека привел, скажем, к Юпитеру, но я почему-то вспоминаю вот этот «Ешь, молись, люби». Да, «Незнайка» тоже туда же. То есть, «Незнайка», ну, тут понятно, да? То есть, он как бы ищет в поисках ответов, блуждает. А «Ешь, молись, люби» изначально, вот у Джиллю Робертс, там, получается, настрой был на отрыв. То есть, она всем увлекалась в этом фильме, и это, и то пробовала. И видно, что все было по верхам, йога, там, еще что-то. И тут вдруг у нее, да, происходит озарение, может быть, наступает период Юпитера, либо там еще чего-то глубокого, Сатурна, и вдруг она находит себя. Но сама первая половина вот этого фильма, она такая очень напоминает именно вот эту вот «Луну в близнецах». Какое блуждание. «Мальчишник в Вегасе». Ну, это да, Пеппи Длинный Чулок. Прикольно. Видите, какие милые примеры у нас сегодня, да? Вот, поэтому, если вы встречаете человека с «Луной в близнецах», и вы на него, так скажем, сгружаете больше, чем нужно, естественно, он может не успеть как бы все сделать, на него не стоит обижаться. То есть, это люди далеко не злые, они добрячки, и просто они могут что-то из виду потерять, что-то забыть, и это нормально. Поэтому, если взять такой апогей проявления «Луны в близнецах», ну, грубо говоря, это когда человек забывает, что он должен был сегодня сделать, и, находясь в какой-то стране в другой, просто теряется на местности. Но это прям грубо, это не значит, что вот прям так у вас будет. Вот. Если взять высшую точку баланса, где бы это положение было круче всего проявлено, это если, например, какое-нибудь ивент-агентство, и нужно какое-то мероприятие сконструировать, людей направить, где нужно быть в тысячах местах одновременно. Вот это идеальная высшая точка «Луны в близнецах». То есть, это тот человек, который там и на кухню зашел, и сюда, и там сказал, там посоветовал, в интернет зашел, здесь прочитал, вот, у него жизнь кипит, он счастлив. И он находится в своей среде. Вот. Вот здесь мы можем сказать апогей такого высшего проявления этой позиции. Если говорить об отношениях, если это будет какая-то эта позиция связана с отношениями, то здесь, конечно, может быть неопределенность в желаниях, непонимание того, чего ты хочешь. Что касается денег, также непонимание, сколько денег было потрачено, сколько нужно и сколько есть. То есть, близнецы, как и сама Луна, особо об этом никогда не задумывались. И тут они вместе вдруг сошлись. Поэтому, если у человека такого понимания нет, понятно, что если ему оставить кредитную карту, то там вряд ли на ней что-то мы увидим потом, что что-то осталось там. Все будет потрачено просто. Фух. В лед. Вот. Поэтому стихия воздуха, она с трудом умеет сохранять финансы. Она достаточно легко их притягивает, но чтобы вот они сохранялись, это вот уже вопрос. Я особенно, когда в домах денег это наблюдаю, когда там зона воздуха, там немножко сложнее все. Хотя, с другой стороны, такие люди могут быстро раздуть небольшую сумму в большую, если правильно вложиться. Ну, то есть, если они изучают этот вопрос. О! Скарлетт О'Хара прекрасно подойдет, унесенный ветром. Честно, я уже не помню этот сериал. Я смотрел его, когда был маленьким. Ну, если вы так чувствуете, почему бы нет? Луна в близнецах унесенные ветром. Вот, точно. Вот это прикольно. Луна в близнецах, унесенные ветром. Давайте так и назовем. Мне очень нравится. Будет такое название эфира. Да, давайте. Это прям шикарно. Зачисляем. Давайте каждый раз придумывать название для эфира, чтобы, ну, как раз вместе будем создавать это. Прикольно. Так, ну что? 27 свадеб пишут. Так, все в точку. Это точно шопоголик. Ага. Точно, у меня коллега с Луной в близнецах в шестом доме. Транжира тот еще. Все про финансы точно. Так, Кэти Поппинс. Так, почти Мэри Поппинс. Луна в близнецах. Давайте. Пишут, что не может присоединиться. Так, мне главное поймать этих людей, у кого Луна в близнецах. Потому что может не сразу все получится. Но я буду пробовать. Не, не может подключиться. Так. Луна. Огонь. Так, у меня в доме денег. Деньги разлетелись, пока не стало все финансы ввести в одном файле. Меня моя Луна в близнецах спасает от лишней серьезности. Кстати, тоже момент. Отлично. Кто готов, напишите. Кэти Поппинс, не могу вас набрать. Вы пишут, что не можете присоединиться. Почему, я не знаю. Так, мисс Виол. Давайте вас попробуем. Привет. Привет. Мы с тобой общались раньше? Нет. Я пыталась... Алло. Да-да-да, слышно. Слышно? Я пыталась выйти в эфир, но были сбои. Так что первый раз давно хотела выйти. Ура! Поздравляю. Как тебя зовут? Меня зовут Виолетта. Мне 27 лет. Живу в Москве. Что еще? Так, дату рождения, да? Да-да-да. 26.01. 94. Так, время? 11.41 утра. И город? Петропавловск. Это Казахстан. Петропавловск. Не, Камчатский. Да, есть Камчатский, это просто обычный Петропавловск. Да, и постарайся зафиксироваться на месте, потому что я знаю, что ты любишь движения. Да, потому что у тебя столько перемещений было. Ну, я понимаю, что это сложное задание для тебя, но это будет первый рывок. Слушай, у тебя бывает такое, что тебе сложно на месте сидеть? Ну, знаешь, то ногой, то рукой, что-нибудь такое. Это постоянно. У меня еще, у меня еще Овин, асцензент, но это, наверное, тоже дает, да, да, и, то есть, знаешь, я на остановке стою, я не могу просто спокойно стоять, мне надо растяжку сделать, что-нибудь там, попу покачать. На остановке? Вот реально, на остановке, да, ну, я уже перестала себя как-то ругать за это, но что поделать. Не, не нужно, тебе так и нужно делать. Я не могу уже так. Да, просто когда ты двигалась, интернет прерывался, а сейчас тебя хорошо слышно, но по тебе видно, что в тебе бурлит жизнь, у тебя постоянное движение. У тебя Луна, получается, в Близнецах, в Третьем Доме. Мне кажется, у тебя круг людей меняется раз в год, наверное, да? Ну, да, 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 да. Ты постоянно, постоянно, да, у тебя Луна в четвертый дом выходит, это путешествия, новые знакомые, друзья, движуха. Тебе, наверное, нравится и в клубы ходить, наверное, на тусовки, да? Или клубы не очень? Нет, в клубы не хожу, но я постоянно, что я постоянно слушаю блогеров. Либо я слушаю блогеров, либо я общаюсь живую с людьми. Постоянно куда-то люблю, ну, ездить, ездить там, сюда-сюда перемещаться. Слушай, я хотел спросить, это тебе, получается, 26 лет? 27. Да ты что? Да. Вот я вот так на тебя смотрю, и я реально, я бы тебе дал 20, может, 19, легко прям. Ну, да, мне все говорят. Да, Макс, я еще очень-очень миниатюрная ростом. То есть я даже ниже, чем метр пятьдесят, и я вообще максимально как ребенок. Ну, то есть это прям супер уникально, да. Ну, я прям идеального человека выбрал для эфира. Ты прям символ, символ луны в близнецах. Такая подвижная, яркая. Слушай, ну скажи, вот по поводу разных тем. В плане денег, как у тебя, там происходит вот этот момент? Или ты его уже собрала в кучу? То, что ты не чувствуешь, сколько тратишь или как-то? Нет, я всегда чувствую, как я трачу. У меня кету во втором, как у тебя тоже. Ну, у тебя там венера, да, более-менее еще, да. Ну, с деньгами, вот на данный момент, вообще, вот после 20-го года с деньгами полный ноль. Я даже, у меня даже долги сейчас есть, вот. Ну, я как-то стараюсь с этим разобраться. Ну, работа, постоянно меняю работу. Либо мне, либо я понимаю, да, что это не мое. Ну, либо какие-то нюансы, что постоянно это не мое. Постоянно это не мое. Ты постоянно все это меняешь? Да, я постоянно переезжаю, и работу меняю, и общение постоянно какое-то. И блогер всегда, смотрю, всегда такая. Слушай, ну, тебе просто нужна работа с передвижением, как бы. И понятно, да, у тебя Сатурн, кстати, тоже в Водолее, в 11-м, это тоже движение. И, кстати, он твои деньги немножко собирает так, Сатурн. Ну, как бы в плане трат. Вот, то есть тебе нужны постоянные командировки, движуха. В плане отношений у тебя тоже есть такая неопределенность. Я имею в виду внутри отношений, что ты постоянно меняешь план развития событий. То одно, то другое, там, 7 пятниц на неделе. Путаешься. Ну, да, можно так сказать. Ну, потому что Луна, она сама по себе в третьем доме такая, знаешь, ей сложно принимать решения. А в близнецах так вообще. То есть бывает сложно самой понять, чего ты хочешь. Да, очень сложно. И в плане финансов я, ну, не могу понять, какая мне точно нужна сумма, да. То, например, я поставила цель, там, миллион, да, ну, желание, да. Ну, надо же к чему-то идти. Вот. А потом я думаю, а зачем, может, мне надо миллион? Может, надо цель больше поставить? Или, может, надо цель меньше поставить? Миллиард. А скажи, а на какую ты следующую цифру перешла после миллиона? Ну, когда задумывалась? Ну, я помню, недавно эфир твой смотрела, ты говорил, вообще, миллион на два умножать можно сразу и ставить цель 2 миллиона. Вот. Но вообще, вот у меня прямо в голове отложилась четко цифра 5 миллионов рублей. Так зарабатывает один очень известный блогер, ну, на нашем российском ютубе в развлекательной сфере. Ну, как бы, вот. Молодая блогерша, она 5 миллионов делает в месяц. И мне прямо вот эта цифра очень сильно запомнилась. И, ну, вот я думаю, может, мне 5 надо зарабатывать, то есть я не знаю. Здесь просто, видишь, нужно трезвое мышление включать, да, твой луне. И когда ты о реальной цифре думаешь, что тебе будет приходить там 5 миллионов, это значит, тебе надо предположить, сколько нужно человек в команде и сколько должно быть денег, чтобы чистыми у тебя было 5. Ну, учитывая затраты на команду, то тебе примерно надо будет в месяц зарабатывать, ну, в идеальном варианте, это, конечно, 15 миллионов, это если чистыми, ну, а так, наверное, все 20. То есть если, потому что все, что зарабатывается больше миллиона, это уже надо работать в команде. Вот, поэтому со временем, когда начнешь двигаться, ты это поймешь, и ты реально сможешь работать с очень разным контингентом. То есть если у тебя будут разные люди, ты можешь переключаться от одного к другому, в этом и есть твой дар, по сути. Уметь контролировать разные потоки людей, информации, переключаться и быстро решать вопросы. Тебе очень сложно фокусироваться на чем-то одном, поэтому в этом есть твой дар, луны в близнецах. Коммуникация, нетворкинг и постоянное движение, создание новых продуктов. Это твоя стихия, поэтому это же дар, это не нужно исправлять, в это нужно идти. Поэтому да, и здесь, конечно же, желательно на себя работать. Кету тоже об этом говорит. По-маленьку, я думаю, ты можешь к этому прийти. Ну вот. Так что спасибо, что поделилась. Спасибо тебе большое. Я думаю, что все получится. Спасибо. Давай, счастливо. Пока. Да, был раз снова познакомиться. Да, нажимай там на крестик. Пока, давай. Спасибо. Кайф. Какая приятная и открытая девушка. Да. Хочется работы... Детей нет, не хочется. Работаю с чужими детьми. Хочется... Мне кажется, что я сама маленькая девочка в 40 лет. Да, вы знаете, тут тоже может быть такой нюанс, когда из... Много, да, вот этого детского. Дети до старости. Да. Луна в близнецах, это точно. С работой так же, что делать, пишут. Луна в близнецах дает мне огромную любовь к постоянным переездам. Да что? Ну сделайте это своей жизнью. Что вы стесняетесь? Это же ваша стихия, общение, организация, поездки, командировки. Найдите такую работу, которая будет это включать. Зачем идти против себя? Вы не изменитесь. Вы никогда не поменяетесь. Вы такими родились. Для этого мы карту и смотрим. Чтобы человек следовал своей природе. Ну да, где-то вы можете там запутаться, где-то чего. Ну, у каждого положения есть свой баланс, есть дисбаланс. Вообще не существует такого положения в карте, которая бы давала только плюсы. Всегда будут какие-то плюсы и минусы. Ну да, близнецы забывчивые. Ну а козероги на месте сидят. Они вообще не двигаются. У них там своя какая-то есть. Дилемма. Ничего страшного. Ну вот. Так. Экскурсоводом. Точно. Луна в близнецах. Ну только посмотрите. Важный момент, чтобы это было связано с деньгами. То есть у человека же есть второй, одиннадцатый дом. И это может быть просто качество, которое бы неплохо было, чтобы было проявлено в работе. Но это не является основой заработка. Вот в чем фишка. Шило в попе. Тоже классное определение. Мне очень нравится. Хочется все время совершать поездки. Слушайте, мне с луной в раке пипец, как я люблю вот эти все поездки. Но луна в близнецах это просто туши свет. Это умножь на 10. Я не знаю, у кого может быть еще большее шило, чем у меня. Я просто, даже когда во двор выхожу, я не могу просто прогуляться. Мне нужно в новое место. Я прям на карте смотрю, где я был во дворе и где есть какой-то клочок земли. Я прям могу найти вот какой-то кругляшок зеленый. И специально по карте идти к нему, потому что там я не был. Я хочу узнать, что там. То есть это реально, это фетиш. Я не могу даже просто выйти и пойти по одному маршруту. Мне надо, чтобы что-то, то, что я не открыл, вот хоть где-то. Я даже недавно возле двора открыл место вон тут. Там прям мини такой лесок. А я не знал про него. И там есть такая небольшая смотровая площадочка, ее сконструируют школьники. Его хрен найдешь. Так я тоже его нашел, специально туда пошел, чтобы его обнаружить. А близнецы, это постоянные впечатления, да. Умножь на 10. Люди с Луной, с близнецах слегка инфантильны. Ну есть, да, есть такой момент. Вот у Козерога Луна в близнецах. Интересно. На месте не сидит вообще весь движение. Видите, какой подвижный Козерог. Неплохо, неплохо. Непостоянство. Всегда нужно что-то новое. Просто видите, в чем сложность этого положения в плане, вот если перенести на реальную жизнь. Есть какой-то определенный темп в нашей жизни и у людей. И у всех нас есть какое-то определение этого темпа. Ну то есть, вы же понимаете, что есть какой-то средний темп, как на дороге это 60 км в час, так и в жизни. Когда у человека такое огромное количество воздуха в карте, да, которые раздут еще и желаниями ума, потому что это же ум, Луна, и ум становится здесь более беспокойным, непостоянным, то ваша скорость, она превышает как бы обычную скорость людей. Поэтому вам достаточно сложно найти людей в вашем темпе, в вашей скорости, в вашем понимании вот этой скорости. И из-за этого и происходят сложности, то есть и непонимание. Да, это, кстати, о разговоре Луне в Овне. Просто Луна в Овне, она хоть как-то может концентрироваться на чем-то, но она более раздражительна. Вы более добрячки, менее раздражительны, но разносит вас очень сильно в итоге. То есть здесь синхронизация еще более сложная. Похоже, вот это классное выражение, шило в попе и есть мой внутренний стержень. Это капец. Это фраза дня сегодня. Шило в попе и есть мой внутренний стержень. Блин, как звучит круто. Бомба. Да. Архетип искателя. Мне вообще нравится ваш комментарий. Очень крутые определения. Я тоже часто ищу новые места, где погулять. Сын говорит, мы с папой дома ходить, быть, а мама нас каждый день куда-то тащит. Да, очень похоже, пишут. У меня знакомый с Луной в близнецах в 52 года до сих пор считает себя юным мальчиком. Ну так это же классно. Почему нет? Это знаете, как хорошо влияет на внешность. Все наши морщинки, все эти выражения, они же запечатляются на лице. На самом деле очень легко по людям, которым 40-50 лет, увидеть, какая эмоция в них преобладала. Это уже знание я от Лены получил. Вот от девушки, которая занимается фейс-фитнесом. Я вообще шокирован. Я иногда прям смотрю, человек вот по улице идет, и у него прям вот на лице есть выражение обиды. Постоянное. Вот оно прям запечатлелось. Или какой-то стерженной ненависти. Или наоборот преобладает удивление. То есть вот человек постоянно пребывал в этом. И ну как бы вот у меня, например, вот здесь, я когда очень много думаю, у меня вот здесь начинает появляться морщинка. Очень интересно наблюдать за эмоцией, которые больше всего преобладают в жизни человека. Ну что? Очень быстро. Кто следующий готов? Я видел, тут кто-то писал. Напишите, я хочу или я готова. Может быть, какую-то историю расскажете интересную. Привет. Как слышно? Слышно, нет? Слышно. В первый раз? Алло, алло. Да. В первый раз? Хотела попасть в эфир. Нет, нет. Но не получилось. Клево, клево. Так, как тебя зовут? Наталья. Да, и я тоже тебе сразу посоветую слишком сильно не передвигаться. Вот. Да, сохрани какое-то движение. Так, все. Ты зависла очень сильно. Так, а ты можешь сейчас отключиться? Потому что ты у меня зависла, а я тебя выключить. А, вот, все, ты заработала. Я заработала. Я слышу, а ты меня слышишь? Слышу, слышу. Замечательно. Как у тебя фамилия? Пыльцы, но вам. Так. Когда ты родилась? Он думал, что у меня что-то. Алло, слышно, да? Что-то. Что у тебя там происходит? У меня, по-другому, телефон, я его отключила, стал что-то все подряд включать. Все, нормально, все выключилось. Родилась 10 мая, 89-й год. Угу. В 2.15. 2.15 ночи. Город? Минеральные воды. Угу. Так, ну, клево-клево. Получается, у тебя луна в близнецах в шестом доме. Да, и козерог, вот то, что сейчас обсуждали. Сидячий козерог и... Слушай, ты идеальный подчиненный просто. Тебя, если вот брать куда-нибудь менеджером, администратором, либо человеком, админом, то есть ты козерог, и ты при этом еще и по шестому дому можешь много чего делать. Это вообще офигенно. Ну, а я исполнительный такой сотрудник, не спорю. Ну, сейчас работаю на себя. Да, и рядом Марс. Ну, сейчас на себя работаю. Надоело, да. А кем ты работала раньше? В администрации города. Ну, поправимся. Ну, отлично. Ты всякие там разные ты вопросы решала, да, то есть разного характера. Да, 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 да. Менеджер, тот же менеджер только в госуправлении. На что училась, я училась. А сейчас? Сейчас свой магазин, небольшой бизнес сезонный, курортные товары. Молодец. Просто живу, поэтому тут как бы такая работа специфическая есть. Полгода работаешь, полгода не работаешь. Следишь за всем, за доставкой, за людьми там. Да, 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 полностью и сотрудниками занимаюсь, и сама же там работаю, и закупками, и всем абсолютно, да, организую полностью всю работу. Идеально. Тебе нравится, наверное, да? Да, вот это мне комфортно, вот это мое, когда нету никого. У меня просто еще почему, да, я исполнительный человек, но иногда выпешивают руководство, которое дает странные поручения. Если я с ним не согласна, мне очень сложно их выполнять, прям не мое. Ну да, так как ты козерог, ты, естественно, будешь фильтровать все вот эти запросы, которые тебе дают, не просто делать. Потому что близнецы, им просто нравится движение, а козерог, он любит осознанное движение. И это очень классное сочетание. А у тебя есть, да, вот эта любовь тоже там куда-нибудь съездить, двигаться? Ой, это вообще вот была бы возможность, я бы только ездила, 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 но так как у меня семья, ребенок, нет такой возможности. Но лет 10 назад я работала за границей, в Греции работала, и вот эти вот перемещения, передвижения постоянные, работа в туризме, это да, это мое. Дом на колесах? Очень приятно. Нет, вот дом на колесах нет, дом должен быть такой основательный. Не-не-не, а дополнительно вот, чтобы дом на колесах был, кайфово? Ну, в принципе, да, наверное, интересно. Это же символ Луны в близнецах, дом на колесах, где ты на нем ездишь. Офигеть, у тебя ребенок? Да. Да ты что? Слушай, я на тебя смотрю. 32 года, да. Слушай, это реально чудеса? А вот ты до этого сказал, да, что ощущаешь себя ребенком, и внешне это отражается. Ну, мне, да, часто говорят, что около 20 лет и так далее. Реально, я тебе дал бы 20. В душе еще меньше, в душе 15. Да, я бы даже, нет, даже еще, я бы тебе 16 дал. Ну, мне 35. Это просто. Да. Сына часто за брата воспринимают, это да. Ну, это, слушай, это идеально. Ты, во-первых, молодо выглядишь, во-вторых, взрослые мужчины не будут знакомиться, потому что, ну, побоятся, что вдруг 18-ти нет. Хорошее положение. Не, реально, я вот на тебя смотрю, вообще просто удивительно. Значит, получается из-за того, что в человеке есть вот это движение и жизнь, то есть ускорение. Это дает некий инфантилизм и детскость, но это, в свою очередь, дает очень такую внешность ребенка. Ну, так это получается на организм-то это хорошо влияет. Этого луна-близнеца. То есть энергия, получается, у человека высокая, подвижная. Когда мы в движении, то мы аккумулируем новую энергию и мы в порядке. То есть поэтому это круто. Я начала писать спорный вопрос по поводу козерог восходящий и луна, и лунный близнец, получается. С одной стороны, козерог, который хочет сидеть на месте и которому лень куда-то двигаться. С другой стороны, близнецы лунные, которым везде нужно нестись, и вот это вечная дилемма. А если я начинаю куда-то двигаться, это не остановить. Но нужно себя разогнать. Нужно этого козерога разогнать, который не хочет шевелиться с одного пинка никак. Но если его разгоняешь, то все, остановиться невозможно. Мне нравится. Я вот прям хочу еще раз это выражение. Оно станет символом сегодняшней встречи. Вот тут девушка написала. Это просто гениально. То есть я чувствую, что шило в моей попе стало моим внутренним стержнем. Это шило есть, оно везде тащит, оно везде тебя несет. Но из-за козерога, который не совсем хочет сразу расшевелиться, вот если его подтолкнуть, да, все вот, везде все обладает. А вот как у тебя вот в финансах? Вот я смотрю, у тебя там раху еще и стоит, водолей. Есть у тебя такое вот, да? Ну, в финансах более такой человек, я не трачу лишнего, то есть не люблю долги, кредиты и все остальное. То есть рассчитываю на свои финансы. Но когда своим бизнесом занялась, стало проще, полегче. Да, полегче. То есть видно, вот этот вот раху у меня как-то сработал в плане собственного бизнеса, хотя он тоже в 12 дом уходит с Сатурном. Я не знаю, как я должна его реализовывать толком. Но когда свой бизнес начала, денег... То уже нормализовалось. Полегче стало, да. И я никогда не записывала расходы, я их никогда не контролировала. Я их примерно чувствую, сколько можно потратить, сколько не можно потратить. Ну, это хорошо. До этого девочки не называли шапоголики. Нет, не могу себя назвать шапоголиком абсолютно. Ну, ты козерок, здесь все собрано. Но в целом, если бы был какой-нибудь венерианский знак, телец, либо весы, либо, ну, те же близнецы, то, конечно, тут бы Луна развернулась в близнецах и могло бы нести. Ну, козерок сдерживает. Он ей не даёт руководиться. В отношениях он не захватывает тебя, Луна в близнецах, в плане того, как ты принимаешь решение? Или ты уже вот более-менее собранная благодаря козерогу? А мне кажется, вот до этого я даже была как-то собранной, а, видимо, лет с 30 вот эта карта начинает больше включаться. У меня как-то более эмоционально, более эмоционально стали отношения. То есть, если до этого, видно, в отношениях был козерогу, у которого всё по полочкам и всё ему по барабану, то сейчас как-то даже эмоции какие-то начинают включаться, что-то вот такое. У тебя Меркурий включился в 19-м, а Меркурий управляет Луной. Вот она у тебя и зажглась. У тебя Меркурий быстрая планета, активная. Вот так и есть, да-да-да, с 30 лет прекрасно. Поэтому ты сейчас свою Луну даже можешь более отчётливо ощущать и чувствовать и быть подвижной в этом. Слушай, ну здорово, ты на самом деле образец именно реализованной Луны в близнецах, которая нашла себя в бизнесе, которая может заниматься разными направлениями, которая осознала свой путь вот этот, как можно хаотичный ум вот этот прибрать. Ну почти осознала, ещё не до конца. Ещё моментами несёт, хочу заниматься тем, хочу заниматься этим, то астрологией, то йогой, то ещё чем-то. Это вот ещё моментами проскакивает. Ты, по крайней мере, это видишь в себе, и ты можешь этим пользоваться. Хорошо, когда у человека это идёт именно с точки зрения пользы. Но когда Луна в близнецах просто носит человека, он не понимает, что ему в отношениях нужно, что ему в бизнесе, там много трат, то это уже, конечно, осложняет жизнь. А у тебя, видишь, есть и это, и немного ребёнок есть, но есть и бизнесмен внутренний, который всё-таки этого ребёнка контролирует. Вот, видишь, насколько важен баланс вот этого вот Козерога, Сатурна, который влияет на карту. Убери его, и если это положение захватит карту, Луна в близнецах, то я про это и рассказывал, что оно действует пагубно на человека, если ему дать власть. Вот. И если оно где-то там в балансе, тогда нормально. Слушай, ну круто. Прорывается, пытается прорываться, но держу, сдерживаю. Как могу? Ты молодец. Поэтому я был рад. Спасибо тебе. Это было интересно. Спасибо. Да. Пока-пока. Счастливо. Пока. Видите, да, такие люди круглолицые, такие они активные, молодо выглядят. Прям вот чувствуется этот азарт какой-то внутри человека. Прикольно. Видите, как Луна в близнецах разогнала её, то есть несмотря на то, что в первом доме Козерог. Козерог, удивительно, да, то есть мы даже Козерога из-за этого не так ощущаем. Вы представляете, насколько это сильное положение? То есть насколько оно мощное, что оно влияет на всю карту. И когда я на неё посмотрел, мне Козерог даже в голову не пришёл. То есть вот в этом удивление есть. Омолаживает, да, пишут люди. Вот, поэтому здесь самое главное, да, чтобы человек применил этот талант в своей жизни в плане коммуникации, движения, поездок, чтобы на его работе эта скорость соответствовала, да, вот этому положению. По сути, по секрету, если так сказать, то все положения планет стоило бы проявлять именно на работе. А когда нам ещё это делать? Потому что мы, в принципе, заняты весь день. И если на этой работе нет включённых планет, которые в карте, какое-то положение не работает, то когда нам включать? Ночью мы спим, вечером у нас отдых. То есть наша карта – это то, что должно присутствовать в течение дня. И тогда как бы мы сбалансированы. Ну, не сразу всё, но хотя бы в разные времена там, чтобы это включалось. И это вот и есть основа понимания, да, и планеты, как это можно применить. И понять, что из этого не работает, а что, может быть, работает как-то в дисбалансе. То есть где-то, может быть, человек именно уходит в какую-то из йог. И я ещё раз повторюсь, что есть йоги, которые балансируют нас и положение. Есть те йоги, на которые нельзя делать ставку. И вот «Луна в близнецах» – это часть картины, но не основа. На это нельзя полагаться, на это положение. То есть у него есть своя роль. Для меня это, знаете, как сравнить страны, у которых есть свои таланты, у каждой страны. Мне вообще кажется, что не существует такой страны на земле, которая бы в идеале делала вот все дела круто. Понимаете? То есть мы созданы друг для друга, чтобы дополнять. И тот момент, когда произойдёт такое, что, не знаю, мы, например, будем придумывать, а так и происходит. Америка, например, даёт хорошую рекламу, развивает это. Там Германия всё это делает чётко, убирает какие-то дисбалансы, корректирует. Всё делает тютелька в тютельку, как и Англия, да, вот у них есть талант всё это собрать. То есть итальянцы – это чувства, это эмоции, это одежда. И правильно, понимаете? То есть это логично. То есть есть специфика. И вот для меня эти дома – это как города, как будто это разные страны, которые вместе что-то делают. Но не может один дом производить всё. Как вот мы пытались создать Советский Союз и думали, что он может существовать сам по себе и всё создавать, и никто ему не нужен. На самом деле любое такое доминирование, любой стран, оно всегда будет вызывать войну, либо конфликт, либо проблемы, потому что мы должны работать вместе. И надо понять, что из этого в дисбалансе и подтягивать. И вот для меня карта – это некий город, который мы осваиваем. Поэтому я думаю, что мы, в принципе, раскрыли эту тему, и тут понятно, о чём речь. И дальше у нас будет «Луна в раке». Это как раз моё положение будет о чём рассказать. Так что готовьте свои истории и увидимся в пятницу. Да. Так что всем до встречи.